Девушки отдыхают Но оправдывает ли цель средство, если для этого родной сын должен пожертвовать своим жильем и стать бомжом? Вам что, должна чеки давать на каждое лекарство, которое я покупаю? Да, да, да. Молодой человек думал, что потратил все свои деньги на лечение любимой от смертельной болезни. Но оказалось, что он просто оплачивал ее развлечения и наряды. Хочешь ты погорячее? Звони в Турфирму поскорее! Участвуя в рекламной акции, мужчина был вынужден распахивать плащ перед прохожими на аллее городского парка. Все было хорошо, пока его не приняли за маньяка-эксгибициониста. Истец требует заключить договор купли-продажи доли квартиры. Ответчик заявляет, что представитель истца – черный риалтор. Судебное заседание объявляется открытым. Слушается дело по иску Холопова Романа Евгеньевича. К ответчику Чибисову Георгию Андреевичу иск заявлен о возложении на ответчика обязанности заключить договор купли-продажи одной пятой доли квартиры. Интересы истца по доверенности в судебном заседании представляет Копылов Юрий Викторович. Верно? Все верно. Доверенность на представление интересов через приставок. Холопова Романа Евгеньевича. Пожалуйста, представитель истца, слушаем вас. Ваша честь, ответчик, подписав в свое время все необходимые документы, отказывается продать одну пятую... Да я еще не подписывал! Одну пятую часть ответчику по составленной даже акт я передал 20 тысяч рублей. В качестве чего? В качестве подписания документов. Ничего он мне не передавал! Ответчик. У меня не было денег никаких от него! Ответчик обязательствовал продать одну пятую долю своего жилья. Ответчик является собственником одной пятой доли в квартире. Да. Вот я передал 20 тысяч задатка. За продажу этой доли. За продажу этой площади, пожалуйста. Так. Дело в том, что когда подошло время подписывать основные документы, ответчик просто нагло начал говорить, что он никаких денег не получал. Дело в том, что год назад я перевез к себе свою маму, попривезав в мой город, она попросила меня сразу навестить ее подругу, которой она не видела 40 лет. Какой ужас мы испытали, когда мы перешагнули квартиру маминой подруги и вот этого товарища. Какой ужас ты испытал! А мамина подруга... Грязно-модранные обои. Заполнили весь холодильник, привели в диспансер, чтобы ей хоть какую-то там помощь оказали специалисты. Вот. Вот. Но на этом все не закончилось. Через неделю мы решили опять навестить ее. Это что-то было ужасное. Нас встретила женщина вот с таким синячищем во все лицо. После чего... Ты чего гонишь? После чего мы решили ее забрать к себе домой с мамой. У мамы вообще случился гипертонический криз у моей. Она слегла в больницу просто с нервным расстройством. Вы решили ее забрать к себе? Мы решили, да, поселить у себя ее дома. Они в рабство ее забрали! Отвечек! Они в рабство ее забрали! Продолжайте. В больницу моя мама предложила мне, в общем-то, логическую и здравомыслящую вещь. Она предложила продать в Новокузнецкой квартире, которая у нее оставалась, и купить ей загородный дом, чтобы они вместе со своей подругой проживали за городом. Единственное, мама ответчика предупредила, что с ее сыном могут возникнуть очень серьезные проблемы. Дело в том, что ему принадлежит 7 квадратных метров. Это одна пятая. Одна пятая в квартире? Одна пятая в квартире, да. Так. Ну, так или иначе, я встретился с ответчиком. Я готов продать. Все. Причем сразу... Ничего тебе не говорил такого. Ты что рассказываешь? Гоша, ты мне у меня еще стрельнул 200 рублей на бутылку, а? Я? Вот. И пока готовились документы, он еще не раз у меня стрелял, 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 стрелял. В итоге, когда подошел час и день, когда нужно было подписать все документы, товарищ не явился. Он ушел в запой. Когда он очухался от своего вот этого разгульного состояния, он сказал, я ничего продавать не буду. И вообще, задатка. Никто ничего мне не давал. Так я его и не брал. Я прошу. Отвечу. Кому он его испихнул? Я не знаю. А почему решили продать всю квартиру? Почему она только свои четыре пятых не продавала? Это однокомнатная квартира, и никто вот с подобным персонажем проживать на одной жилплощади не будет. Потому что покупатель сказал, я хочу выкупить полностью всю жилплощадь. То есть вы нашли покупателя, который готов бы купить всю квартиру? Всю квартиру. И ответчик в свое время согласился также продать принадлежащему одну пятую. Теперь он отказывается. По поводу чего заключил с вами договор задатка. То есть мама его сейчас не возражает закончить эту сделку, ответчик от продажи отказывается. Вы просите принудить его к заключению договора купли-продажи этой доли. Да, все верно. На основании того, чтобы был выплачен задатка. В зале суда находится мама-ответчика, которая может пролить хоть какой-то свет на данную ситуацию. В качестве свидетеля вы хотите? Она в качестве свидетеля здесь находится. Сначала сейчас ответчику выслушаем, потом допросим вашего свидетеля. Пожалуйста, ответчик, иск признаете? Нет. Почему? У тебя перегором довольняет, да? Потому что я ничего ему не подписывал. Я, ваша честь, да, правильно, вообще не пью. Вот у меня есть справка с психоневрологического диспансера. Могу отдать? О чем справка? О том, что я не состоял на учете. Место свое займите. Подождите, подождите, пристав, подождите. Не берите пока документы у ответчика. О чем справка-то? О том, что я не состою на учете в невродиспансере. В неврологическом диспансере. В неврологическом диспансере. Так, а еще о чем справка? А вторая справка о том, что я не состою в... Вы умели право совершенно спокойно как-то здесь способное лицо подписать. Раз вы не состоите нигде. Да, я мог, но я его не подписывал, ваша честь. Значит, в твердом уме, здравой памяти подписали. Да, я его не подписывал. Я не знаю, откуда взялась эта расписка. А это лицо я знаю. Я его видел. Вот. Видите, ваша честь? Один в один. Это черный риелтор. Он забрал нашу квартиру с матерью. А теперь хочет нас с мамкой выселить на улицу. Да он похож на того собутыльника. Да на какого? Это вот ты, ваша честь. Это вот его лицо один в один. Пригласите, пожалуйста, свидетелей из ЦАП-зал. Свидетелей из ЦАП-зал, идите. Здравствуйте, ваша честь. Здравствуйте, пройдите, пожалуйста. Представьтесь. Здравствуйте, Володя. Представьтесь. Я Чибисова Вера Ивановна, я являюсь мамой. Вы мамой являетесь, я отвечу. Да. Георгия Сергеевича, Гоши моего. Гошенька, вот видишь, даже немножко поправилась в доме у Юрочки. Не поверите, у нас была когда-то счастливая семья. Вот постепенно как-то становилось. Это невозможно видеть, как деградирует собственный ребенок. Вы это не представляете. Просто боль моя душевная. Можете вот чуть-чуть. Вера Ивановна, я вам соболезну. Хорошо. Сочувствую. Как вы деградирует? Мать, ты о чем говоришь? Я работаю, я работаю. Вера Ивановна, ответчик. Ты на себя взялась по трусу. Вера Ивановна, давайте к сделке. Вы согласны были продать свою долю? Да. Да, Ваша честь. И на тот момент ваш сын тоже был согласен продать свою долю? Мы подписали. Так согласен я был. Она меня квартиры решает. Кровом над головой. Мать. Ты обо мне подумала, где я жить буду. Я вас сейчас удалю из судебного заседания. Ваша честь. Во-первых, подписан договор купли-продажи. Предварительный, конечно. Подписан но и сыном. Получила я за свою долю. Задаток получил мой Гошенька. Тоже получил деньги. Но так случилось, что он никогда не признает себя пьющим. Он никогда не признает себя алкоголиком. Но последний год, он постепенно все это происходило. Последний год для меня был кошмаром. Он раз в шесть руки распускал. И мне, честное слово, перед соседями стыдно. Ты что гонишь, старая? Когда я на тебя руку напугала? Свидетель, мама. Она сама споткнулась об калёра в свой палас и ударилась об косяк. Успокойтесь. Вы что, вы кого слушаете? Успокойтесь. Мне твоя соседка рассказывает. Как ты руки распускаешь. Такая же не разматичка. Свидетель, вот ваш сын, ваш сын. Ваша честь, он просто болен. Я это все делаю только во благо сыну. Потому что моя доля же после того, как меня не будет, только Гошеньке моему достанется. И может быть, часть денег я сэкономлю хоть полечить. Гошенька, я верю, что... А вы своего сына хотите оставить вообще без жилья? Нет. Вообще без жилья? Она мне ничего не даёт. Куда я пойду? Я сейчас скажу. Гоша лет семь, семь лет уже живёт с женщиной Галиной. Она неплохая женщина. Ну, любит весёлую компанию, шумную. Но она любит Гошеньку. Она его даже прописала на свою жилплощадь. Но сегодня есть Галина, завтра нет. Снимет его с регистрационного учёта. Сейчас у него хотя бы единственное жилое помещение есть. Пусть и одна пятая. Суд удаляется для принятия решения. Ты подлазь! Я не могу его раздать! Тебя, прекратили. Далее в программе. Вам что, должна чеки давать на каждое лекарство, которое я покупаю? Да, да, да. Юная мошенница, прикинувшись смертельно больной, получила у своего бойфренда крупную сумму на лечение. Сможет ли молодой человек вернуть деньги? Хочешь ты погорячее? Звони в турфирму поскорее! Чрезвычайным происшествием закончилась необычная рекламная акция в городском парке. Один из промоутеров был серьёзно избит и хочет возместить стоимость своего лечения. Оглашается решение суда. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав объяснение сторон, показания свидетеля, установив все обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения настоящего спора, решил. Иск о возложении на ответчика обязанности заключить договор купли-продажи, принадлежащий ему доле квартиры, оставить без удовлетворения. Суд не обязывает ответчика, являющегося собственником одной пятой доли квартиры, продать ИСЦУ, принадлежащую ему долю квартиры, по следующему основанию. В данном случае между ИСЦУ и ответчиком было заключено соглашение о задатке. В соответствии с данным соглашением ИСЦУ ответчику была передана конкретная денежная сумма в счёт причитающихся платежей по договору купли-продажи, принадлежащей ответчику доле квартиры, которые стороны намеревались заключить впоследствии. В настоящее время ответчик отказывается от заключения вышеуказанного договора купли-продажи доли в квартире. А предварительный договор, в соответствии с которым стороны обязались бы заключить основной договор купли-продажи квартиры между сторонами не заключался. Наличие же соглашения о задатке не обязывает ни одной из сторон заключать тот договор, в обеспечении которого передавался задаток. В случае отказа от заключения договора закон предусматривает только негативные финансовые последствия. Если за неисполнение договора ответственна сторона, давшая задаток, то задаток остается у другой стороны. А если за неисполнение договора ответственна сторона, получившая задаток, то она обязана выплатить этот задаток в двойном размере другой стороне. Поэтому в случае предъявления требования о возврате задатка, ответчик обязан будет выплатить из суд двойную сумму данного задатка. Но принудить его к заключению договора купли-продажи доли на основании соглашения о задатке суд не имеет права. Понятно решение суда? Да он мне ничего не давал, а какие деньги я ему должен отдавать? Уважаемый свидетель, вам разъясняю, что все-таки не оказаться жертвой, действительно не остаться без жилья, и защите какую-то возможность приобрести дом своей подругой, может быть привлеченные денежные средства, на кредитные какие-то, и уже после этого только продавать свое жилое помещение. Более того, вы можете обратиться к своему сыну, но если вам позволит как-то совесть ваша, обратиться к своему сыну о принудительном выкупе доли у него в квартире, поскольку его доля 1,5 в однокомнатной квартире, это малозначительная доля, в натуре она быть выделена в этой квартире не может, и вы можете обратиться в суд с иском о принудительном выкупе этой доли. Однако, обращаясь с иском, с таким, вы обязаны внести на расчетный счет суда в качестве обеспечения исполнения решения стоимость этой доли. Это обязательные условия, иначе вам будет в иске отказа. Понятно решение суда странам? Спасибо за надежду. Дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. В иске отказать. Решение суда мне понятно. Я осуществлю мечту двух престарелых женщин. Они будут жить все-таки за городом, в собственном доме. Отвечу-ка, я все-таки вытрясу у него деньги. Эти черные риелторы вообще охренели. Средь белой дня хотят выгнать на улицу. Вот им! А не остаток долга, какого я не знаю. Прошу всех встать. Смотрите новый проект нашего телеканала. Зал суда. Битва за деньги. Судья Дмитрий Агрис научит. Что ж такое-то? Как вернуть долги. Иск категорически не признаю. Деньги выплачивать не собираюсь. Не упустить выгоду. Это не говорит о том, что я рок-филлер, и могу вот так вот достать миллион, и всех кто-то осчастливить. Законно разбогатеть. Ваша правовая свобода заканчивается там, где начинается правовая свобода другого человека. С понедельника по четверг в 13.10 на нашем телеканале. ИСТЕЦ требует взыскать с ответчика сумму неосновательного обогащения. Ответчик утверждает, что ИСТЕЦ передал ей средства добровольно и безвозмездно. Пожалуйста, Максим Петрович, слушаем вас. Дело в том, что мы познакомились полгода назад, и это было тогда, когда я приехал в Москву на выходные. Мы с ней познакомились в клубе, и, ну, в общем, заобщались, выпили пару коктейлей, начали уже, собственно, более тесно общаться, и впоследствии стали, ну, встречаться. И первое время все действительно было очень хорошо, и у нас были совместные планы, и все было нормально. Но потом, Ваша честь, почему-то ответчица стала как-то странно себя вести, у нее вечно было плохое настроение, какие-то проблемы появились. В итоге я узнал такую информацию от нее же, собственно, что она больна онкологическим заболеваниям. Она сказала, что она больна, больна смертельно, и что ей очень срочно нужны деньги на лечение и на операцию. На лечение. Так. А мне действительно нужны были деньги? Ну, да, деньги, в принципе, нам всем действительно нужны. Только вопрос, это каждому для своих целей. Я перечислил ей трижды по сто тысяч на лечение. У меня вот все выписки из банка есть, могу передать через пристань. Угу, передайте. Трижды по сто, потом еще сто пятьдесят переслал, и, собственно, вообще, в принципе, ждал, ну, что будет дальше. То есть вы перечисляли денежные средства на карту ответчика? Да, именно. Для того, чтобы она их тратила на лечение? Да, конечно, да, я в приписках писал, что на лечение. То есть она нуждалась в этих денежных средствах для лечения заболеваний. Ну, как она мне говорила, да, действительно. Вы ей перечисляли эти денежные средства. Да. И указывали на значение платежа вот на лечение. На лечение, да. Хорошо. Ну, потому что банк бы иначе просто бы задавал бы много вопросов. Разумеется. Зачем такие большие суммы отправлять? Дальше. Вот. И сначала, то есть я отправил триста, потом еще сто пятьдесят, и после этих переводов куда-то Дарья пропала, то есть совсем. И со мной выходили на связь уже почему-то ее подруги. Катя и Настя. А ты не думал, что я как бы плохо себя чувствую, что я не хочу, чтобы... Нет, да, да, да. Это тоже был такой момент, что я хотел приехать, я хотел помочь. На что меня девочки отговаривали и говорили, что не надо, мы справимся, все будет в порядке. Она сейчас плохо себя чувствует, плохо выглядит, это там... Ну, просто переведи деньги и помоги этим самым. У меня оставались последние семьдесят тысяч, и я их просто, откровенно говоря, отправил. Я складывал на квартиру, и в итоге все деньги, все свои сбережения отправил на лечение Дарья. Денежные средства, ответчик от вас получил, пятьсот двадцать тысяч рублей. Да и еще просили сверху, они еще просили сто пятьдесят тысяч сверху. И что самое интересное, просто мне, я не знал уже куда, воровать, не убивать, пойти, чтобы деньги эти заработать. А разве для любимой женщины как бы нужно... Тоже мотивировали тем, что деньги нужно наличие. Тоже мотивировали, да, что денег этих не хватает, что нужно еще делать операцию. Я решил обратиться в фонд по, собственно, по раковым всем этим делам. Они сказали, что могут профинансировать, но нужно все документы собрать про то, что это действительно, она больна, какие нужны лекарства и на что нужно собирать деньги. Я начал спрашивать про препараты, про все эти. Они мне сказали, вот тут полностью вся переписка, здесь тоже скриншоты из WhatsApp. Это с кем у вас переписка? Это переписка с Анастасией, ой, с Екатериной, с одной из подруг. С подругой. Дарьи. Давайте переписку. Вот. Поясните там, что в переписке-то. Дело в том, что там речь как раз шла о лекарствах. И мне сказали, в общем, то есть я долго добивался от девочек хоть какие-то названия. Мне долго не говорили. В итоге вот она мне сказала пару названий, там вы увидите их. И я с этими названиями, собственно, обратился в фонд. На что мне в фонде сказали, что рак этими медикаментами не лечится. И что, возможно, меня обманывают. Что у них бывает часто такая ситуация, что лучше бы я проверил. Да я просто испытать тебя хотела. Ну, я так понимаю, что невозможно обманывают, а все-таки обманули, да? Ну, в том-то и дело. Я просто даже не мог представить, что можно обманывать на теме смерти. Ваша честь, я абсолютно не согласна. Потому что я не обманывала. А у вас здесь вот еще указано, что прям подруга пишет, что если не соберете денежные средства, тогда отведчик умрю. Так в том-то и дело. И как мне реагировать, я отправил, конечно, сразу все, все, что у меня есть. Ну, то есть вы считаете, что вот за счет этих денежных средств, которые вы целевым назначением отправляли на лечение, отведчик незаконно обогатился. Ну, фактически, да. Я не знаю, что он их тратил. Что это является ее неосновательным обогащением. Да. Почему? Ну, только... Отведчик, сейчас, секунду. Ну, только вот то, что вы сейчас описываете, является даже не неосновательным обогащением, а классическим мошенничеством. Классическим. В учебниках данные случаи описаны. Ваша честь, это не мошенничество. Ваша позиция понятна, что это ответчик. Ответчик. Потому что эти деньги он мне давал абсолютно добровольно. Нет, конечно. Почему? Почему? Потому что, да, он мне присылал деньги, но при этом это было абсолютно на добровольных началах. Я от него ничего не требовала. Ответчик, а если требуют или шантажуют, это же другие статьи вымогательства или шантаж? Вы понимаете, что я хотела с Максимом... В результате мошеннических действий как раз люди добровольно передают свои денежные средства. Послушайте, я хотела просто его проверить. Но под влиянием обмана или заблуждения. Я хотела просто его проверить. Давайте по поводу... Неблагопроверка. Да, вот я хотела как раз сказать. Куда вы потратили денежные средства? Вообще-то, я действительно, у меня была болезнь. Только я не сказала тебе, какая. Потому что мне врачи поставили диагноз бесплодие. Да, я решила тебе не говорить, потому что ты меня бросишь. Вам был поставлен другой диагноз, да? Ну, не тот диагноз, которым вы сообщили истцу. Да. Да? Бесплодие. Вы проходили лечение, ну, от другой болезни. Да. А чеки-то есть на лечении? Мне нужен от вас эпикриз. Кто вам поставил диагноз, в каком учреждении? Все указано. Какое назначено лечение и когда вы его проходили. Пожалуйста. Если вы говорите, что начали. Давайте. Что это? Медицинское заключение. Тут все написано. В переходе сделала, ну, все написали. Да ты просто мне мстишь за то, что я тебя бросила. Ну, конечно. Ну, конечно. Для любимой женщины ничего не должно быть жалко. Слава богу, что расстались. Может, еще и больше бы вышло. Да. Потому что ты не поверил мне и решил проверять. Ну, конечно. Ответчик, вам диагноз был поставлен два года назад. И что? Вы говорите, что на деньги истца проходили лечение. Где документы, подтверждающие, что вы деньги истца потратили на лечение, имеющегося у вас заболевания. А вы думаете, я два года назад прошла? Пусть и другого. И все? И с этим как бы покончено? И как бы я восстановилась? Так мне предоставьте документы. Вам стационарное лечение назначено? Подтвердите мне. Чеки давать на каждое лекарство, которое я покупаю? Да, да, да. За два года? Вам недостаточно того, что как бы у меня сейчас вот такая проблема? Нет, недостаточно. Мне нужно знать, что вы деньги истца потратили на лечение, пусть даже другого заболевания. Ваша честь, могу сказать? Дело в том, что помимо всего того, что вы услышали, был очень интересный факт. Я еще обзвонил по клиникам, начал спрашивать, собственно, мне девочки перечисляли там клиники разные. Я позвонил, ни в одной ее не было, клиники. Мало того, мне через пару дней написал товарищ, их как раз товарищ, который рассказал мне про все эти разведи лоха на бабки и про то, что эта вот шайка-лейка, вот эти три девчонки очень крутые, разводят парней на деньги, на очень хорошие крупные деньги, что он тоже попадался на всю эту историю. И он в данный момент сейчас находится в суде. Потому что мы не хотим связывать с... Давайте допросим вашего свидетеля. Пригласите, пожалуйста, свидетелей истца в зал. Свидетелей истца войдите. Добрый день, представьте. Добрый день, меня зовут Щукин, Илья Сергеевич, вовсе есть. Илья Сергеевич, откуда истца знаете и знаком ли вам ответчик? Я знаю сам, мы как-то отдыхали вместе, общались, да, иногда. Да, то есть, ну, он мне такой достаточно хороший знаком. Отвечеству я знаю, она постоянно отдыхала в клубах. И я знаю ее и ее компанию, ваше честь. Я ее прекрасно знаю, я прекрасно знаю, чем они там все занимаются. Чем? Эти все девушки, знаете, ваше честь, такие клубные девчонки, они такие, все такие красивые, размалеванные, всем нравятся. Но они такие очень расчетливые и алчные. А с чего вы взяли, вообще, мне кажется, ты мне мстишь просто за прошлое, да. Можно я договорю, пожалуйста, Даш, можно я договорю? Договорите, давайте, говорите. Я знаю, что они разводят, именно разводят парней на деньги. Как бы даже в моем случае... А где доказательство? Вот что ты врешь? Даш, пожалуйста, Даш, я договорю. Давай вообще всем не мстить. Ответчик. Продолжайте, свидетель. Это девушки, которые, знаете, как бы, ну, им не нужно ничего, только высосать вот деньги из парней, из таких же парней, как и мы. Да мы просто вас проверяем. Это конкретные, свидетель, свидетель, свидетель. Они проверяют, они проверяют. На что он врёт? Цель, конкретные факты, свидетелем которого вы являлись. Конкретные факты. Эта компания, эта компания, конкретно всех парней, включая и меня. Она сама меня на 20 тысяч развела. Чё ты врёшь? 20 тысяч она взяла у меня на какой-то там аборт. Да, после бесплодия. А какая разница? Какая разница? Ответчик, у вас, по-моему, бесплодие диагноз поставлен, нет? И что, я проверяла, всех вас я проверяла. Суд удаляется для принятия решения. Прошу всех встать. Далее в программе. Хочешь ты погорячее? Звони в турфирму поскорее. Участвуя в рекламной акции, мужчина был вынужден распахивать плащ перед прохожими на аллее городского парка. Всё было хорошо, пока его не приняли за маньяка-эксгибициониста. Оглашается решение суда. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав объяснение сторон, показания свидетеля, установив все обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения настоящего спора, решил иск удовлетворить, взыскать с ответчицей в пользу ИСЦА 520 тысяч рублей. Суд удовлетворяет иск и взыскивает с ответчика в пользу ИСЦА переведенную ей на счет денежную сумму в размере 520 тысяч рублей не в качестве возврата неосновательного обогащения, а в качестве возврата сделанного ИСЦом на лечение ответчика пожертвования. Взыскивая в пользу ИСЦА денежные средства, суд, применив положение пунктов 1, 4, 5, статьи 582 Гражданского кодекса Российской Федерации установил, что между сторонами был фактически заключен договор пожертвования, условиями которого было определено целевое назначение пожертвования ИСЦом денежных средств на лечение ответчицы. В исполнении данного договора ИСЦом были перечислены на банковскую карту ответчицы денежные средства в общей сумме 520 тысяч рублей с указанием целевого назначения на лечение. Однако доказательств расходования спорных денежных средств на цели, предусмотренные данным договором, ответчицей суду не представлено. В соответствии с пунктом 5 статьи 582 Гражданского кодекса Российской Федерации использование пожертвованного имущества не в соответствии с указанным жертвователем назначением или изменение этого назначения без письменного согласия жертвователя не допускается и дает право жертвователю отменить данное пожертвование. Поэтому суд удовлетворяет заявленные исковые требования взыскивается ответчица в пользу ИСЦа 520 тысяч рублей в качестве возврата сделанного ИСЦом пожертвования. Это классический случай мошенничества. И вообще, по-хорошему, ваши требования должны были быть заявлены в рамках уголовного процесса против ответчиков. Поскольку вы не хотите привлекать ответчиков к уголовной ответственности, суд пошел на такую меру, сменил основание вашего иска. Однако суд обязан при выявлении нарушения уголовного законодательства в судебном заседании направить дело в правоохранительные органы, что и делает в отношении ответчика о привлечении ее к ответственности по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации за мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, поскольку судом установлено, что ответчик не однодействовала вместе со своими подругами. И уже прокурор будет устанавливать, были ли какие-то другие эпизоды действия ответчика. Ну и, соответственно, по-вашему. Вы вправе давать показания по своему эпизоду, не давать. Но в любом случае этим заниматься будет правоохранительный орган. Понятно решение суда? Да, Ваша честь. Дело закрыто. Решение суда. Иск удовлетворить. Буду теперь разборчивее выбирать себе девушку. Надо внимательнее относиться к денежным всем затратам. Я вообще не понимаю, как так произошло, что дошло аж до уголовного суда. Мы же просто шутили. Это была проверка. Зал суда. Битва за деньги. Жили от зарплаты до зарплаты. Ни у кого никогда денег не брали. С понедельника по пятницу в 13.10 на нашем телеканале. Думать надо прежде всего о людях. Для этого вы и поставлены на это место работы. Специально для вас бесплатная юридическая консультация. То, что вы делаете сейчас, называется правовой шантаж. Больше вы не потеряете ни копейки. Удовлетворен ваш иск. Да. Я не согласен с этим. Истец требует возмещения вреда здоровью. Ответчик иск не признает. Пожалуйста, Алексей Матвеевич. Слушаем вас. Ваша честь. Дело в том, что я работаю, собственно, танцором. Развлекаю женщин. Работаю по ночным клубам. Так. Ну, в последнее время мне стало не хватать денег. У меня очень большая семья. У меня жена, пятеро детей. В общем, я решил подработкой заняться. А именно я устроился в рекламное агентство пробоутером. Вот. Ну и последняя акция, следовательно, у меня была такая. Я должен был завлекать в турагентство людей. Каким образом? Я в парке к ним подходил. Давал рекламную продукцию. Когда я подошел к этой леди, была неадекватнейшая реакция. Собственно. А где проходила акция? Что вообще? В парке. В парке. В обычном парке, да. Где люди гуляют, собственно. Днем. Это не ночью было. Это днем было. Это было не днем. Это было вечером уже. Но было еще светло. Нормально было. Я подходил к людям. Рекламную продукцию им вручал. Когда я к этой даме подошел, первое, что она сделала, зарядила мне ногой в пах. Да. Когда я скрючился там в три погибели, она решила продолжить, собственно говоря, меня добивать. Это все было совершенно не так и не таким образом. Ответчик, я предоставлю вам слово. Извините. Так она мне сломала четыре ребра, выбила пять зубов, сломала руку. Это все одним ударом в пах? Да какое нафиг? Она меня повалила и пинала, пока я там, не знаю, скрючивался от боли. Причем метила все время в пах. Это было совершенно не так, как вы сейчас пытаетесь тут выгодить. Как бы там это не было, я лечился, Ваша честь, потому что она мне нарушила, как это правильно по врачебному, не знаю, короче, на полшестого у меня было, понимаете? Я потратил сто пятьдесят семь тысяч на лечение. Орективная дисфункция? Совершенно верно. Я сто пятьдесят семь тысяч потратил, еще не знаю, еще какие последствия. На лечение. Сейчас вроде бы работает, слава богу. Я хочу, естественно, чтобы она мне вернула эти деньги, потому что это ее вина непосредственно, не больше ничья. Давайте эпикризцы и чеки, подтверждающие стоимость лечения. Какой-то бред просто, говорите. Да, конечно, бред. Ответчик, иск признаете? Нет, не признаю. Вы были привлечены к какой-либо ответственности за нанесение побоев? Нет, не была. У нас была экспертиза, вот у меня есть тут даже документ. Проверка проводилась в правоохранительных органах? Да, проверка проводилась в правоохранительных органах. И после проверки у меня вот сейчас на руках есть документ, в котором все написано, что... Давайте документ. Пожалуйста. Что это было? Что написано-то в нем? Самооборона. Охренеть, самооборона, емая! Так, совершенно, как сейчас рассказывает ответчик. То есть, в результате проверки признали ваши действия самообороны необходимы, и в возбуждении уголовного дела отказались. Да, в возбуждении уголовного дела не будет. Ну а за что вы так, эсцетов? Он просто много чего не договаривает. Чего же ты там такого-то недоговорил? Давайте вас послушаем, что он не договаривает. А может быть вы покажете, как вы выскочили? Да легко! Пожалуйста, давайте. Без проблем. Покажите суду, как это было. Пожалуйста. Происходило следующее, Ваша честь. Я должен был выскочить из кустов, распахивать плащ, кричал речевку, которую они мне придумали, да, и, собственно, тем самым образом завлекал их в турфирму. Я понимаю, что это идиотизм, и это нелепо все звучит, да. Но вот так мне сказали. Я это не сам придумал. Как это выглядело-то, как? Сейчас, подожди. А, вы в этом плаще были? Конечно, да. И вот в этой шляпе? Да, и в этой шляпе сейчас. Хочешь ты погорячее, звони в турфирму поскорее! Вам кажется, это нормально? А что здесь ненормального, ты не подумал? А то, например, вот у этого мужчины не было штанов. А там были стринги, что все прикрывали они. Что за таково? Я все вам объясню. Дело в том, что у нас уже несколько месяцев в городе орудует маньяк-экзибиционист. И всем девушкам по радио и в газетах сообщают о том, что нужно быть осторожными, внимательными. И, ну, как вы понимаете, защищать себя приходится иногда. Так вот, в тот вечер я возвращалась с работы. Шла через как раз этот парк. И вот тут из кустов на меня выпрыгивает вот это вот очаровательное создание. Распахивает свой плащ. И у меня не было времени смотреть, там, что-то у него написано, не написано. Я извините. А извините, что не было времени. Я с вами начинаю пенал с меня не начинала времени. Пожалуйста, не решайте, когда я пытаюсь обидеть. Стец, истец. Я увидела голую грудь, увидела голые ноги. И потом уже я, да, разглядела, что он был не совсем, ну, не совершенно голый, но это абсурд. Он продолжала при этом пинать дальше. Я не продолжала пинать. Я объясняю. У меня тогда был шок. И я просто, как любая девушка, которая меня поймет, если ты идешь поздно вечером, зная, что может быть потенциальный маньяк, ты будешь защищаться, кусаться, царапаться, бить, делать все, что угодно, чтобы выжить. Потому что вот у меня есть газета, смотрите, я не придумываю, не делаю это из головы. Здесь есть статья. Это про что статья? Я могу вам ее зачитать. Внимание, маньяк. В Тульском городском парке появился маньяк-экзибиционист. Так, сначала оголяется, распахнув плащ перед своей жертвой. Оголившись, мужчина испытывает сильное возбуждение. В каком месте ты у меня возбуждение перейдешь? Потом, попрошу внимания, насилует женщину, перед которой разделся. Милые дамы, будьте осторожны и внимательны. Хорошо. Истец, вы долго вот в этой участвовали в акции-то? Да нет, недолго. Сколько? Неделю она продолжалась. То есть целую неделю. Какую реакцию данная акция вызывала? Самая ужасная реакция была у одной Лидии. Она просто схватилась, испугалась, потому что я сделал это резко. В основном, в основном, какие-то девочки хохотали. Какие-то, ой, мужчина, а может вы с нами поедете? Ну что-то в этом духе, да? Ну вот в пах никто меня не бил. У вас свидетель заявлен. Да, есть. Пригласите, пожалуйста, свидетелей из САВ-зал. Свидетелей из САВ-зал. Идите. Добрый день. Добрый день. Представьтесь. Петрунина Мария Борисовна. Мария Борисовна, вы приходите с кем из ЦУ? Я являюсь креативным менеджером большой рекламной... Это вот вы заказчик рекламной акции? Да, да, да. Именно вот так она и является. Алексей действительно работал у нас. Вот принял решение, что акция по рекламе услуг туристической фирмы должна выглядеть именно так. Ну, это все-таки креативная реклама, поэтому сейчас... Очень креативная реклама. Очень креативная, рассчитана на женскую публику все-таки. Мужчина красивый, да, вот распахивает плащ, на нем красивая, разрисованная, вы видели, да, уже, разрисован бодиарт. Посмотрите, это достаточно распространенный стереотип, да, вот маньяков-эксгибиционистов, потому что по парку распахивают плащ. Ну, маньяки же все-таки... Кто придумал-то это и какая цель была? Я лично сама разработала этот проект, да, и очень горжусь, потому что... И результатом этой рекламной акции что явилось? Какой-то эффект-то есть? Очень позитивный, конечно, и 30% прироста вот клиентов вот именно к этому данному туристическому агентству. Да, вот у меня есть, пожалуйста, вот выписки. Давайте. Очень странное у вас турагентство. Ну, не знаю, на самом деле всегда, всегда реакция была у девушек более чем позитивная. А вы когда вот организовывали эту акцию, ну, вообще думали о том, что может случиться с теми работниками, которых вы для этой акции наняли? Ну, на самом деле еще это первый такой ужасный случай того, что вот такое произошло. Такого даже представить не возможно. Да, такого даже... У меня больше нет вопросов. Суд удаляется для принятия решения. В этом суде... Судебное заседание объявляется открытым. Все хотят денег. Для чего сюда пришли в суд? Деньги получить. Здесь каждый считает себя правым. Заставляли, показывали, как надо эти доллары класть туда за резинку трусов. Мерсавцы! Но побеждает только один. Ваши межреческие отношения меня интересуют. Меня интересует, кто причинил материальный ущерб. Проверьте себя. Отгадайте, на чьей стороне закон. Он вор и мошенник. Да ну а ты полицейский судья. Смотрите, зал суда. Битва за деньги. Он вам заплатил больше двухсот тысяч за эти годы. И ни копейки не получил. С понедельника по пятницу в 13.10 на нашем телеканале. Закон суров, но это закон. Оглашается решение суда. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав объяснение сторон, показания свидетеля, установив все обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения настоящего спора, решил выиски о возмещении вреда здоровью, причиненного действиями ответчицы, отказать. Суд не удовлетворяет заявленные исковые требования, поскольку ответчица действовала в состоянии необходимой обороны. Ее действия не являются превышением пределов необходимой обороны, поскольку следствие неожиданности действия истца, обнажившего перед ней практически все свое тело, она не могла объективно оценить степень и характер опасности этих действий и воспринимала угрозу нападения на нее реально. Эти обстоятельства подтверждаются постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела по факту причинения истцу телесных повреждений. В соответствии со статьей 1066 Гражданского кодекса Российской Федерации не подлежит возмещению вред, причиненный в состоянии необходимой обороны, если при этом не были превышены ее пределы. Естественно, тот вред, который причинен вашему здоровью, вы имеете право предъявить требования о его компенсации именно к заказчику данной рекламной акции. То есть к данному туристическому агентству, которое предложило вам по участке в такой креативной рекламной кампании. Суд огласил свое решение, дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. В иске отказать. Ну, с этой дуры денег не удалось получить. Пойду в рекламное агентство, пускай они мне бабки отдают. Очень хорошо, что я умею заниматься самообороной. А то эти рекламщики в край уже офонарели. Но ничего, я очень рада, что суд оказался на моей стороне. И теперь я просто буду внимательней. А еще куплю перцовый баллончик. Прошу всех встать. Что делает друзей врагами? Деньги. Эти деньги заработала я. Я пахала пять лет на севере для того, чтобы иметь свою квартиру. Что разрушает семьи? Деньги. И тогда жена мне сказала, я тебе идиота 170 тысяч не дам. Решай сам. А я сроду ничего сам не решал. Что развязывает войны? Деньги. Ну-ка, разливите их немедленно. Зал суда. Битва за деньги. Да откуда я такие деньги возьму? Вон, смотрите, у меня одна мелочь, только в кармане. У меня же и дня на штате. Смотрите с понедельника по пятницу в 13.10 на нашем телеканале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok